Привет! Ну что же, обещанное сравнение. Samsung посмели кинуть вызов самим Xiaomi в их коронном бюджетном сегменте. Или это Xiaomi бросили вызов? Блин, как тут не запутаешься. Были у меня эти два смартфона на тесте и кто ломает голову, что же лучше выбрать? Давайте-ка посмотрим воочию, как говорят. Ведь что один, что другой, реально очень хитовые смартфоны. Фаворитов у меня нет. Я хочу справедливости. Вы тоже? Поехали! Начнем, конечно же, с цен. Я купил Redmi Note 7 на Алиэкспресс за 212 долларов. Samsung за 207 в Украине в магазине Розетка. На всякий случай ссылки на них оставлю в описании. Цены могут меняться. Плюс-минус цена одинаковая сейчас, но Samsung с гарантией. В наших магазинах Redmi подороже, конечно, чем на Али. Первое – это комплект поставки. Побогаче выглядит коробка Redmi. Плюс комплект тоже немного богаче, ведь у него есть чехол. Зато у Samsung заявлена быстрая зарядка. Все остальное схоже. Теперь сами смартфоны. Форм-факторы один в один. Спереди у нас дисплей на 6,3 дюйма, 19,5 к 9. У Redmi, как вы заметили по бокам, но особенно сверху и снизу, рамки больше, чем у Samsung. Также скругление под фронталку у Samsung более плавное, нежели у Redmi Note 7. И мне лично Samsung спереди нравится больше. Из-за рамок в длину Samsung немного короче. 156,4 мм против 159,21. Сзади, наоборот, мне Redmi понравился больше. Он красиво переливается и выглядит побогаче. Samsung явно пластиковый, это видно. А вот с Redmi не все так просто. Сначала мне показалось по ощущениям, что это полностью пластик. Ведь сейчас многие делают закос под стекло. И даже по звуку, как пластик. Я поискал разборки, краш-тесты, говорят, стекло. Но видно четко, под ним пластик. Можно сказать, пластик с тонким стеклянным покрытием. Но это мелочь, и главное то, что она более стойкая к царапинам. Касаемо Samsung, то на нем без чехла вы наставите царапин в первый же день. Redmi более устойчив, конечно. Но и тут желателен чехол. Камера очень выпирает и даже он не перекрывает ее. Конечно, это на вкус, но напишите, чей дизайн вам больше по нраву. Мне Samsung больше спереди приглянулся, Redmi больше сзади. И кстати, заметьте, что все очень схоже. Видно с прицелом против кого Samsung клепали данную модель. Даже вспышки на одном и том же месте. Хотя не факт. Huawei P Smart Plus, например. Да все они сейчас на одно лицо. Трендлинг. На торцах они тоже разные. Тут microUSB-C разъемы. А отверстия по динамике микрофон не совсем похожи. Вход по 3.5 миниджек в Samsung снизу, а в Redmi вверху. И тут Redmi уделывает Samsung наличием инфракрасного порта для управления техникой. Лотки под сим-карты слева. И тут уже Samsung наносит ответный удар Redmi, ведь у него лоток под две сим-карты и карту памяти. Нужно выбрать две симки без карты или с одной сим-карты и картой памяти. В Redmi еще есть резиновая заглушка для защиты от брызг. Сами экраны. У Samsung PLS, у Redmi IPS. Как говорит один мой знакомый, те же яйца, только в профиль. Мне больше нравится Redmi в плане гибкости настроек, ведь в нем можно тонко регулировать баланс белого. В Samsung нет, хотя баланс белого у него нормальный, да и настроек меньше. В Samsung если включить защиту зрения, черный цвет начинает желтить, как ни странно. У Redmi такого нет. Максимальная яркость и насыщенность у них примерно одинаковые. Картинка сочная и цветастая в обоих случаях. Углы обзора у них тоже очень хорошие, а вот по минимальной яркости Redmi выигрывает. Практически ничего не видно. Samsung ярче, но тоже довольно низкий уровень. Заметьте, что Redmi не обрезает в YouTube картинку под каплю, а в Samsung можно это сделать. И мне лично без капли видео больше нравится. Как-то странно звучит, не правда ли? Программная часть и железо. У Samsung оболочка Experience 9.5 с 8-м Android на борту. В то время как у Redmi 9-ый Android и MIUI 10.2. Тут тоже дело вкуса и привычки. Тем и тем можно пользоваться, но мне например в Xiaomi нравится управление жестами. Удобно реализовано. В обоих случаях тормозов не будет, но Redmi будет открывать приложение чуть быстрее. Ведь у него на борту Snapdragon 660, когда у Samsung более слабый Exynos 7904. Нет, я не говорю, что Samsung сильно будет уступать. Но все же, развлечения большие есть. То же и в играх. На Redmi можно играть даже в самые тяжелые игры на средних настройках. В Samsung на минимальных. В обоих случаях у нас 4,64 гигабайт памяти. Что позитивно сказывается в многозадачности и скорости. Звук. Включали один и тот же трек. Redmi звучит громче и богаче. В то же время Samsung не сильно пасет задних. И плохим его звук назвать нельзя. По разговорным динамикам паритет. У обоих они качественные. И меня слышно хорошо. В наушниках у Redmi есть преимущества. Samsung изначально в наушниках громкий. Redmi Note 7 на европейских регионах примерно такой же может чуточку тише. Но высоких частот больше. Если в Redmi поставить другой регион, например Индия, то звучать он будет ощутимо громче конечно. И плюс Xiaomi в том, что они используют в своих изделиях возможность настройки звука и выбора пресетов. По связи проблем нет. Обе версии глобалки с поддержкой всех нужных нам частот. В том числе LTE. Bluetooth 5.0 у обоих. А вот по Wi-Fi Redmi опять впереди. Он поддерживает Dual Band 2.4 и 5 ГГц. В то же время у Samsung есть жирный плюс, из-за которого его будут брать. Это наличие NFC. Чем не может похвастать Xiaomi? Эх, такой крутой смартфон и без NFC. Камера. Скажу так. У Samsung камера удивила качеством. Повторюсь, я думал будет хуже. И вы знаете, при свете дня стоковые камеры на автомате трудно различить. Я делал сравнение на двух больших мониторах. На первом фото видим дом. Цветопередача немного разная. Но тут лучше все же справился Redmi Note 7. При кропе видим, что в Samsung больше шумов. Redmi сделал чуть более четкое фото. На втором фото Samsung, во-первых, сделал картинку светлее. Колеса автомобиля четко различимы. Во-вторых, делаем кроп аж вон на то здание. На фото с Samsung надписи прочитать проще, нежели с Redmi. Он их хорошенько размазал. На следующем фото все очень похоже. И если сильно-сильно придираться, давайте сделаем большущий кроп на здание. И посмотрим, в каком году оно было построено. Где лучше видно, решайте сами. И можете даже в комментариях написать. В плохом освещении однозначно будет выигрывать Redmi. Вот сейчас кропнем темный угол. И видим, что у Samsung больше шумов. При том, что и фото темнее. Хоть Samsung тоже нормально справился, потому что освещение реально было плохим. Портретный режим лучше будет в Redmi. Во-первых, меньше ошибок. Во-вторых, неживые предметы на Samsung невозможно снять. Он только человека хочет фоткать. Redmi же не переборчив. Касаемо видео, то оба аппарата мне не понравились в этом плане. Качество хромает. Но в Redmi хотя бы есть электронная стабилизация. И даже может снимать Full HD 60 кадров. Хоть все равно небольшая тряска, нетипичная для такого стаба есть. И мигание экспозиции. Samsung только Full HD 30 кадров. И качеством тоже не блещет. Они снимают на свои деньги, но не больше. Фронталка чуть получше будет в Redmi. Там 13 мегапикселей против 8 у Samsung. Но как для 8 мегапикселей, фотки получаются отличные. Автономность. К ней у обоих этих смартфонов претензий нет. 5000 мА у Samsung против 4 у Redmi. Действительно Samsung будет жить чуть дольше. Но не сильно намного. Это зависит от прошивки и от настоящей емкости батареи. И конечно же от железа. Но Samsung показывает чуть большую автономность. Выдавая в среднем использовании 7-7,5 часов экрана. Redmi 6-7 часов экрана. И опять таки в обоих она просто отличная и выше среднего. Так что тут обоим зачет. Но Samsung заряжается чуть дольше. Даже при наличии быстрой зарядки. Не такая уж она и быстрая. Ну что же. Какой смарт выбрать? Если бы мне нужен был NFC, а не игры например. То я скорее всего выбрал бы Samsung. Но только с чехлом и при условии того, что с прошивками не был бы знаком. А так например Xiaomi ближе именно прошивкой. А кому-то может наоборот Samsung. Если же я выбирал бы смартфон, чтобы поиграть иногда. А NFC второстепенен. То конечно же Redmi. Плюс мне в Xiaomi нравится возможность регулировать баланс белого. Чего нет в Samsung. Для девушек может фронталка быть важным моментом. Redmi чуть получше в этом плане. И основной камерой тоже немного превосходит Samsung. Особенно в портретном режиме. Меньше ошибок и неживые предметы фоткает. Зато в Samsung есть второй широкоформатный модуль камеры. По внешности самый фейл Samsung это царапучий глянцевый откровенно пластиковый корпус. Зато тонкие рамки вокруг дисплея. У Redmi все же стекло вроде бы сзади. Более устойчиво к царапинам. Но вот выступающая камера это немного тоже к минусам. И рамки у него больше. Вообще удобнее сидит в руке Samsung. Если без чехла. С чехлами не сравнивал. И мне реально интересно знать ваше мнение. Что бы выбрали вы и почему. Обязательно пишите об этом в комментах. Но есть один смартфон, который тоже составляет серьезную конкуренцию Redmi. Многие слышали о нем, но как-то дороговат был на старте. И прошивка была не допилена. Сейчас же все допилили и стоит он реально огонь. Но пока пусть будет небольшая интрига. Реально самому интересно сравнить. Ведь тут за эту цену уже Snapdragon 710. Кто понял что за смартфон пишите название в комментариях. Также подписка и колокол не забываем. С вами был Андрей канал Smart Plus. Всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok